МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапа. Регион. В студии Ирина Меркурьева. И сегодня выпуски. Уникальные очистные скоро вступят в строй. На защиту прав инопчан вопрос решается на уровне администрации президента Российской Федерации. В Анапе ограбили почтальона. Преступники задержаны по горячим следам. Выше пилотаж, пусть маленьких, но самолетов. На строительстве крупнейших очистных в стране, которое ведется в Анапе, сегодня побывал глава города Сергей Сергеев. Канализация – это коммуникация, которая в жизни городского хозяйства становится заметна, если случается ЧП или удручающий запах. Чтобы такого не было никогда, в Анапе строится мощнейший комплекс очистных, причем самый современный и уникальный. Строительство ультрасовременных очистных сооружений вступило в свою завершающую стадию. В соответствии с графиком и проектом, главы города познакомились с некоторыми техническими особенностями уже установленного оборудования, мощнейших очистных систем, показали принципы неординарного метода очистки грязных стоков, провели по тротуарным дорожкам, активно ведущегося сейчас этапа благоустройства. Завершающееся строительство еще раз продемонстрировало свою значимость, которую город ощутит в полной мере после ввода этого уникального объекта в строй. Ждать осталось совсем недолго – до конца лета. Стартовал первый пробный рейс Анапы-Феодосия. Технический рейс катамарана из Анапы в Феодосии встретили с радостью. Катамаран «Сочи-2» готов к отплытию. На первый технический рейс желающих было немного, но на то он и пробный рейс. Супруги Еремеевы о катамаране узнали от знакомых. Уже оценили преимущество передвижения по морю. Оно получается дешевле, потому что на автобусе будет дороже, и сложнее, и труднее. Во-первых, дорога есть дорога, а здесь прямое, нету села охраничения. Небольшую качку переносят хорошо. Несмотря на то, что сейчас такое положение у меня, что и токсикоз, ну ничего, хорошо, справляемся хорошо. На следующий год решили приехать уже с двумя детьми. Пока пассажиры любовались морскими пейзажами за стеклом, мы поднялись в центр управления и узнали у капитана, как функционирует судно в первом рейсе. Пока замечаний нет. Судно ведет себя нормально. Замечаний нет по работе механизмов судовых, электроприборов. Ничего нет пока, что все в режиме, все в норме, ну как и должно быть. Для оперативного устранения неисправностей, а они случаются, как в любом механизме, на борту есть бригада механиков. Тут же предусмотрено, что вот именно две машины. Если одна машина что-то не в строю, мы все равно идем под одной машиной, а это пока ремонтируем. Через три с половиной часа судно бросило якорь в порту Феодосии. Пассажиры благополучно отправились продолжать отдых. На борт катамарана поднялась делегация в составе представителей городского совета, администрации города и прессы. За столом переговоров обсудили технические вопросы, касающиеся мест швартовки, посадки пассажиров, оборудования мест укрытия от шторма, вопросы безопасности, реализации билетов и расписания. Мы посмотрели весь приезд всех самолетов, которые основные есть, соответственно, железнодорожного транспорта, который подходит к этому времени. И, соответственно, если в 2018 выходим, 30 с копейками, то 20 с копейкой приближается. С 1 июля катамаран будет отплывать 8.00. Обратный рейс из Крыма в 17 часов. В постоянном сообщении с Анапой заинтересованный глава Феодосии. Встречая гостей, он в своем приветствии подчеркнул, как важно для города наладить морское сообщение с Анапой. Феодосия крайне заинтересована. Любой транспорт, который способен привезти к нам туристов, нам это интересно. Если здесь 300 человек за одну ходку, и, как прошлый год показал, более 50 тысяч пассажиров было перевезено, из них 80% доехали до города Феодосии, это значительный вклад в трафик туристический в наш регион. Плюс для нас, для жителей Феодосии, вот я собирался поехать в Анапу, мне интересно посмотреть, меняться опытом, ваш опыт перенять. Теперь однозначно воспользуюсь именно данным транспортным средством. Это скорость, это комфорт, ну, при доступной цене. Поэтому мы очень рады, были вопросы, будет ли ходить такой катамаран. Мы очень рады, что сегодня первый приход состоялся. Ну и надеемся, что в ближайшее время будет востребовано ходить два катамарана. Катамаран имеет возможность перевозки инвалидов. В новом сезоне на судне будет работать буфет. Команда имеет сертификаты первой медицинской помощи. Время в пути небольшое, но в экстренных случаях через полтора часа пути есть возможность зайти в порт Керчи. Планируется, что катамаран будет ходить в течение летнего сезона. Ну, пока предварительно июля-август, если будет востребована линия, то и сентябрь в том числе. Феодосия – красивый старинный город. Здесь можно посетить дом-музей знаменитого художника Айвазовского и взглянуть на уникальные полотна его морских пейзажей. Крым стал еще ближе. История строительства на углу улиц Астраханской и Лермонтова полна горького разочарования. Арендаторам этого земельного участка не удается построить здесь то, что будет приносить им доход. Потому что жителям здешнего микрорайона уже порядком надоели торговые павильоны, в окружении которых и так находятся их жилые дома. Требования администрации города, прокуратуры и суда едины по своей сути. Стройка, уродующий микрорайон, должна быть прекращена. Но раз она по-прежнему ведется, несмотря ни на что, жильцы близлежащих домов обратились в приемную президента Российской Федерации. Руководитель приемной президента Российской Федерации выслушал противоборствующие стороны. Вы изуродовали, вы уродство нанесли. Когда люди приезжают, отдыхаешь и говорят, что за уродство здесь. Поскольку строение напоминает заготовку под торговые ролеты, жильцы задали логичный вопрос представителю застройщика. Где товар разложить? Какая торговая? А кто он сказал торговая? А что здесь будет? Объекты социального назначения. Да когда вы захотите? Что это такое? У нас вон на рынок. Вот один, вот второй. Так и не сумев объяснить, что за объекты социального назначения подразумеваются на крепком бетонном основании, представитель застройщика настаивала на том, что все, что видят люди вокруг, это и есть благоустройство. Это и является благоустройством территории. Но вот это, где мы стоим, вот это не благоустройство. Это самовольная строительство. Это комплекс обслуживания. Я еще раз говорю, это не благоустройство. В такой позиции уехал руководитель приемной президента из Анапы, мы узнаем из письма, которое в течение двух недель должно прийти на имя главы города. Но сегодня понятно одно, что железобетонное основание объекта самовольного строительства не имеет ничего общего с благоустройством. Из железобетонной позиции застройщика, что можно не обращать внимания на требования живущих вокруг людей, администрация города продолжит защиту их интересов. Национальный праздник День молодежи отметят в Анапе с размахом. Во всех подростково-молодежных клубах по месту жительства пройдут праздничные мероприятия. У Дня молодежи яркое и разнообразное наполнение. В 16 часов приглашаем на территорию Анапского скейтпарка, где состоится контест на трюковом самокате. В 17.30 празднования переместятся на театральную площадь, где начнется акция «Молодежный микс». Всех, кто молод, телом и душой ждут тематические зоны по разным направлениям – литература, спорт и творчество. Будут работать различные выставки, фото и игровые площадки. В 18.30 начнется празднично-развлекательная программа, во время которой лучшим представителям юного поколения вручат благодарность и управление по делам молодежи. На авиабазе «Малой авиации Сокол» прошла показательная пилотажная программа радиоуправляемых моделей различных типов самолетов. Зрители смогли увидеть военную технику времен Великой Отечественной войны и даже имитацию воздушного боя. Взлетно-посадочная полоса авиабазы расположена в живописнейшем уголке Анапского района. Вдали от городской и пляжной суеты, окруженная горами, куда доносится легкий запах моря. Здесь оборудованы места для зрителей, площадка для осмотра моделей. Истребитель под рев двигателя уходит в небо. По сценарию, на некоторое время небо из мирного превращается в арену для сражений. Бомбометание, полет с применением дымовых эффектов, воздушный бой, пуск ракет, вальс. Зрители не могли оторвать глаз от неба. Пилотирование радиоуправляемой модели – очень сложное искусство. Для того, чтобы выполнить свой первый полет, пилот изучает технику сборки модели, собирает ее. Так Эмиль Аблялимов долгими зимними вечерами собирал свой самолет «Экстра-300». А папа, как наставник и главный учитель, ему помогал. Эмиль увлекается авиамоделизмом пять лет, с удовольствием выполняет фигуры высшего пилотажа. На это уходит не один год, чтобы научиться хорошо летать. Некоторые люди летают и по 20 лет, и все равно осваивают какие-то новые фигуры высшего пилотажа. Этим можно заниматься всю жизнь, не только оттачивать мастерство. Как признаются участники, они часто собираются все вместе, летают, общаются и просто занимаются любимым делом. Участники сегодняшнего мероприятия – это ребята, они как местные наши ребята, есть приезжие. Владимир у нас приезжает в Геленджика, а Александр, он вообще у нас с Казани. То есть он приехал, вот они все увлечены этим спортом. Пилотировали эти сложные технические создания укротители беспилотных самолетов, победители и лауреаты состязаний авиамодельного спорта. Многие модели, представленные в программе, сделаны руками авиамоделистов. Бочки с квасом уже сами по себе наследие дня вчерашнего. Но если они пришли в негодность, к тому же незаконно установленное торговое место, да еще и в самом центре курорта, судьба у них одна. На углу улиц Горького и Пролетарской на тротуаре была установлена бочка с квасом. Устаревшее оборудование мешало свободному проходу граждан, захламляло территорию общего пользования. Ни одного разрешительного документа на размещение торговой точки нет. Управлением муниципального контроля во время мониторинга городских территорий выявлены факты нарушения самовольно установленных коммерческих объектов с прохладительными напитками, а именно бочки с квасом. Управлением муниципального контроля по каждому факту был составлен протокол. Та же картина на улице Краснозеленых возле центрального рынка. Устаревшая бочка с квасом загородила пол тротуара. Работа незаконной точки прекращена. Нелегальная бочка с квасом на улице Ивана Голубца тоже закрыта. Ни на одном объекте не было информации о собственнике нелегального бизнеса, только о производителе напитка. Муниципальным контролем собственник объектов установлен. Все незаконно установленные точки вывезены на спецстоянку. Теперь собственник бочек заплатит внушительный штраф не только за незаконную торговлю, но и за нахождение бочек с квасом на спецстоянке. Это преступление отличает цинизм и жестокость, и, конечно, эффект неожиданности. Почтальон, разносивший пенсию, не ожидал нападения. Было совершено разбойное нападение на почтальона, где преступниками была похищена сумка почтальона, в которой находилась 330 тысяч рублей, то бишь пенсия пенсионеров. В подъезде преступники нанесли почтальону черепком от лопаты несколько ударов по голове и скрылись с места преступления. В ходе грамотных и слаженных действий сотрудников уголовного розыска по горячим следам преступники были задержаны. Их оказалось четверо – жители Анапы, Узбекистана и Ростовской области. Двое ранее привлекались к уголовной ответственности. Также по делу проходит жительница Анапы, которая являлась посредником в совершении данного преступления. За что задержаны? За грабеж. Признаете ли свою вину? Да. Преступление квалифицируется частью 2 статьей 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия. Наказание до 10 лет лишения свободы. В Анапе проходит первенство профсоюзов России по волейболу. На базе 10-й спортивной школы проходят соревнования среди парней. А вот спортивная школа «Виктория» приняла к себе девчонок-волейболисток. Соревнования продлятся 7 дней. Пока Анапа идет впереди. Наш город представляет 4 команды. 2 команды юношей и 2 девушек. Команда девушек Анапа-1 пока идет без единого поражения. Вторая команда, которая тренируется недавно, старается не уступать позиции. Мы усердно готовились к соревнованиям. У нас было очень много дружеских встреч. Мы надеемся на победу. Недавно лидирующая команда вышла в финал на первенстве России. Получили колоссальный опыт. Теперь готовы к новым победам. Сейчас они опять соревнуются, пока идут впереди. Надеемся, что в призовых местах они будут, конечно. Соревнования продлятся до 29 июня. В последний день состоятся финальные игры, где лучше увезут домой медали, кубки и грамоты. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов Тайной Медной горы. В субботу 27 июня в Анапе малооблачно, небольшой дождь с грозой. Температура воздуха днем 23-26 градусов, ночью до 20 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 23 градуса. В воскресенье 28 июня в Анапе переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 23-27 градусов, ночью до 17 градусов со знаком «плюс». Ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 23 градуса. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайны Медной Горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин Тайны Медной Горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова